Простатит Четвертая выстрел наружу Тоже происходит при воспалительном процессе в прицательной железе Простатит проявляется учащенным мочеспусканием Также боли в промежности Боли в уезде у живота Также иногда может быть боли, отдающие в поясницу, в таз Намного реже, чем это бывает обычно Пациенты иногда отмечают ускоренность 7-извержения То есть преждевременную эоккуляцию И речь сейчас пойдет не об остром простатите, при котором температура высокая, требуется интенсивная терапия, а про наиболее частые хронические простатиты с периодическим обострением. Теперь самое интересное. Как понять, простатит это или не простатит? Потому что пациенты с учащенным мочеспусканием, это не обязательно пациенты с простатитом. Это может быть симптомом гиперактивного мочевого пузыря или камня мочеточника, например. Самый главный критерий это имеющиеся повышенные лейкоциты в секрете предстательной железы. Или можно проверить в эякуляте, то есть в спермограмме. Особенно если это будет лейкоскрин анализ эякулята, при котором лейкоциты повышены. Как и в состоянии любого другого органа при воспалении. Если это воспаление, скажем, мочевого пузыря или почек, это появление повышенных лейкоцитов в моче. И так далее, и так далее, и так далее. Но бывают, конечно, состояния, при котором лейкоциты в секрете предстательной железы, которые выдают, собственно говоря, воспаление, могут быть в норме. И это бывает при хронической тазовой боли, когда боли внизу живота, в промежности. То есть оно есть, конечно, в классификации простатита, но это междисциплинарная такая штука, которая больше все-таки относится к неврологии. И поэтому этим занимаются неврологи, нейроурологи. Такие симптомы, имитирующие простатит, могут быть при защемлении нерва, даже при остеохондрозе, масса таких нюансов, которые мы, классические урологи, можем не знать, не до конца понимать. И поэтому мы отправляем таких пациентов к неврологам, к нейроурологам, для того, чтобы они могли помочь. А не лечим бесконечными массажами предстательной железы таких пациентов, физиотерапии, антибиотики еще хуже, когда лейкоциты в норме. Ну, там какая-то есть бактерия. Ну и что? Бактерия могла попасть вообще извне. Она могла быть изначально вообще не в секрете предстательной железы. Поэтому при диагностике простатита в первую очередь обращаем внимание, помимо симптомов, конечно, это на показатели секрета предстательной железы. А также, если нет секрета предстательной железы, у вас он не берет или не умеет брать, или просто онлайн консультирует, вы можете сдать эокулят в секрет предстательной железы и предоставить ему данные для того, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Это очень важно. Почему? Потому как в некоторых случаях мы видим таких пациентов, которые уже были на приеме где-то, у которых лейкоциты в норме, лишние значительные какие-то изменения по УЗИ предстательной железы, и им выкладывается такая теория, ну такая вот, я не знаю, откуда она взялась, хотя в принципе понятно, что якобы там есть забитые ацинусы, надо промассажировать предстательную железу, потом лейкоциты поднимутся, потому что все начнет дренироваться, что будет являться доказательством, что там было воспаление, а потом через какое-то время лейкоциты опять уляжутся, или улягутся, как правильно сказать. И вот это и было бы доказательством того, что воспаление пролечено, и пациент себя начал чувствовать хорошо. Но только не тут-то было. При активном массаже простате, когда это в лечебных целях уже выполняется, у любого пациента будет повышение практически лейкоцитов в ответ на механическое такое активное воздействие пальцем. Это некое травматическое воздействие. Это так, как мы иногда видим острые эпидемиты, то есть острое воспаление придатка при травматическом воздействии на придаток, ну при ударах и так далее. То есть этот механизм воспаления тоже присутствует, тоже имеет место быть. Что и получается. Но это приурочивается к тому, что якобы там какой-то был застой. Я лично не против массажей простаты, когда это действительно требуется. И на самом деле делаю это в лечебных целях довольно-таки нечасто, потому что, ну как правило, это мало кому нужно на самом деле. Физиотерапию, да, чаще. А вот диагностический массаж простаты, он прописан черным по белому в наших рекомендациях. И, кстати, в европейских рекомендациях тоже. Потому что иначе добыть секрет предстательной железы, ну, просто невозможно. Да и зачем тогда вообще этот урок нужен? Если он сидит и вообще не встает со своего рабочего места, только пальцем показывает. Иди туда, иди сюда, иди сдай сперму, иди. А многие только онлайн работают. Это уж совсем никуда не годится. Поэтому лейкоциты, если в норме, а при массаже простаты выделяется достаточно немаленькое количество секрета простаты, потому что нужно распределиться по всему каналу, еще выделиться наружу. Если там нет лейкоцитов, то и нет воспаления активного. Да, синдром хронической тазовой боли может быть. И это совсем другие подходы к лечению. Но вы заметили, я ни одним словом до сих пор не обмолвился про то, что при простатике может ухудшаться эректильная функция. Почему я этого не сделал? Потому что предстательная железа, тот орган, который не принимает по большому счету никакого участия в эректильной функции, в эрекции. Потому что эрекция это сосудисто-гормональный процесс, который контролируется центральной нервной системой. Но эректильная дисфункция, то есть нарушение потенции, может быть при простатите вследствие того, что у пациента внизу болит, дискомфорт, учащенное мочеспускание. То есть та область в ненорме, скажем так. Но с таким же успехом можно сказать, что если сильно ухо болит, или зуб, или голова болит, то тоже будет не до половой близости. Так ведь? Но ведь мы не будем первостепенно объединять заболевания, например, кариес и эректильная дисфункция. Вы такие статьи видели? Или об этом кто-то бы говорил всерьез? Ну, конечно же, нет. Поэтому, когда пациент приходит к доктору и говорит, а таких полно пациентов, которые приходят уже, скажем так, как любят говорить, на второе мнение, которые обследовались, приходили уже к коллегам с эректильной дисфункцией. Либидо низкое, функционирует орган не так, как надо. С полоборота находили простатит, которого не было. К сожалению, не было. А может быть и к счастью для этого пациента, если он не успел пролечиться от несуществующего. Бывают случаи, когда на головке покраснение вылазит. И что вы думаете? Да, находят простатит. То есть, это уже совсем, конечно. Ну и пациент, это должен быть каким умным человеком, чтобы на это повестись, да? Ну, конечно, мы не будем ругать наших пациентов, наших мужчин. Потому что в действительности, когда что-то там не так, а это в действительности не является простатитом, как оказывается, то откуда ему знать до этого было? Он в руках доктора, а доктору принято доверять. Эх, все бы рестораны были с качественной пищей. Все бы тогда были с качественными и честными подходами, знаниями. Хотя большинство таких, я знаю вокруг себя, масса коллег, которые действительно работают, прям вот как положено. И не было бы никаких претензий. Ну и есть некоторые варианты, которые, конечно, очень тяжело проходят. И в сердце у самого даже оставляют какие-то отпечатки, ну, как порезы некоторые. Надеюсь, сегодняшняя информация вам пришлась в пору и будет в пользу. Спасибо.